Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Сегодня я поделюсь с вами моими самыми любимыми народными рецептами, при помощи которых можно улучшить свою внешность. Сегодня я вам все это покажу и расскажу. Если вам понравится это видео, обязательно поставьте на него лайк. Давайте наберем здесь много лайков, ну скажем, тысяч тридцать. И если вам это вкатит, то я периодически буду рассказывать вам именно о народных рецептах, которые мне нравятся. Так, кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, вот на него ссылочка, он вообще мой инстаграм, поэтому лучше бы вам на него подписаться. Любопытно. Ладно, в общем, подписывайтесь на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Сам первый рецепт, который я хочу вам посоветовать, это рецепт для того, чтобы сделать себе классный педикюр. Что вам понадобится? Вам понадобится обычный самый кофе крупного помола, нерастворимый, растворимый не подойдет. Потом вам понадобится масло, подсолнечное, оливковое, кокосовое, какое угодно, какое у вас есть, то и используйте. И также вам понадобится немного корицы. Дальше что мы делаем? Мы берем все эти ингредиенты, кидаем их в мисочку и перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. До того момента, пока у вас не появится какая-то консистенция, которая похожа примерно на вот это вот. Дальше вы идете, например, в ванну, отпариваете свои ноги, короче, классно вам, приятно. Ну или в тазик себе налейте горячей воды, чтобы ножки немного распарились. И после того, как вы закончите ваши горячие ножные процедуры, вы берете вот эту вот массу и просто начинаете растирать по своим ногам. Они потом становятся такие шелковые, такие бархатные, ну, честно, даже вот в салоне красоты далеко не в каждом вам сделают такой классный педикюр, как эта штука. Достаточно простая в применении, очень классно. А еще если вы потом, кстати, решите ногти накрасить, то вы очень сильно удивитесь, как классно у вас будет накладываться лак на ноготь. Это прям топчик. Второй рецепт, это рецепт, как очень быстро избавиться от какого-нибудь прыща, который у вас выскочил. Если честно, то я даже забыла про то, что этот рецепт существует до того момента, пока недавно у меня выскочил прыщ. Кстати, да, вот он он. Но его сейчас уже совсем практически не видно, и как же так вышло, что за несколько буквально часов его уже и не видно. Вы берете аспирин, вот такой вот, и разминаете его ложками, чтобы он превратился в такую кашистую массу. Совсем немного добавляете туда воды, буквально одну-две капельки, чтобы вот так вот его перемешать, и оно получилось, ну, какой-то такой консистенции. Вы наносите вот это вот добро на ваш прыщ. Новый приобретенный, который вот у вас только-только появился, и оставляете минут на 10-15. После этого снимаете этот аспирин. Мойте эту зону, удивляетесь, как у вас все классно. Если есть у вас дома еще дарвансаль, вот такая вот штука. То после сразу того, как вы сделали аспирин, еще минут-две вот так вот покрутите ее немного вокруг вашего прыща дарвансалем. И тогда он совершенно точно подсушится, и все станет классно. Я не знаю, как это работает на проблемных именно прыщах. Не просто какой-то, да, рандомный прыщ, который у вас случайно появился на лице, а именно на какой-то проблемной зоне, скорее всего, ничего у вас не получится. Но если у вас случайно выскочил где-то прыщ, вам нужно срочно его убрать. Попробуйте этот метод. Он даже если до конца и не пройдет, то наверняка он у вас немного подсдуется. Короче, рекомендую. Следующий домашний рецепт, который я вам посоветую, он супер-мега-простой, и он супер-мега-эффективный при этом. Вам нужно будет смешать сахар, оливковое масло и добавить немного меда. Я беру просто все очень максимально на глаз. Тут примерно 1 чайная ложка сахара, где-то 1 чайная ложка масла и немного меда. Все это перемешиваю, перемешиваю, перемешиваю. Должна в итоге получиться такая густая масса. Я наношу это все добро круговыми движениями на свои губы. Этот же скраб можно также наносить на кожу лица. Но так как я сегодня утром уже делала скрабирование, я что-то не подумала, что вечером я буду снимать такое видео, то я не буду наносить это на лицо, покажу вам только на губах. Вот, массирую, массирую буквально пару минут, а теперь самое время пойти все это и снять. Собственно, вот я смыла, и губы получились довольно-таки нежные, и просто муа, ну я не знаю, как их назвать. Короче, нежность, а не губы какие-то. Да, кстати, вот это вот средство, которое у вас получилось, вы можете его достаточно долго хранить. Он целую неделю 100% будет храниться совершенно спокойно. Главное хранить в холодильнике, и если у вас есть какая-нибудь крышечка, то будет вообще идеально, чтобы оно не протухло, понимаете? Да, кстати, в комментариях обязательно делитесь вашими любимыми какими-то народными рецептами, будет очень интересно все это почитать. Или присылайте их ко мне в инстаграм в директ, но, конечно же, в директ было бы лучше, потому что там больше шансов, что я это все замечу и прочитаю. Но, в общем, в любом случае, кидайте куда-нибудь. Я обязательно выберу какой-нибудь один ваш рецепт, его проверю, и о нем расскажу своим подписчикам, если он тоже мне понравится и окажется классным. Поэтому присылайте. И третий рецепт, который я хочу вам дать, это рецепт для того, чтобы ламинировать ваши волосы в домашних условиях. Эта штука реально очень круто работает. Она немного более запарная, чем те другие, но это реально работает, и посоветовала мне ее подругу, которая мама работала в салоне красоты именно мастером по волосам. То есть она фигни бы не посоветовала. В общем, что это за такая чудо-штука? Кстати, она работает даже в том случае, если ваши волосы просто уничтожены вообще в дичайший ноль. Именно тогда я ее использовала, у меня была максимальная необходимость, и мне реально помогала. Это желатиновая маска для волос. Скорее всего, вы даже о ней слышали, но даже если вы о ней слышали и не делали, то советую. Вам понадобится ложка желатина. Столовая. Эту ложку желатина вы кидаете в какой-нибудь контейнер и добавляете сверху 3-4-5 столовых ложек воды. Столько, сколько вы почувствуете, что вам нужно для того, чтобы эта консистенция стала, ну, похожа плюс-минус на что-то вот такое вот. После чего вы кладете это добро в микроволновку на несколько секунд. Лучше всего ставьте на 30, но каждые 10 вынимайте. Вам нужно, чтобы оно немного, ну, как бы вот взялось. После того, как у вас это добро остынет, вы добавляете туда чисто на глаз ваш любимый бальзам, маску или кондиционер для волос. В общем, что-то, что обычно вы наносите себе на влажные волосы. Опять-таки, все это перемешиваете. Наносите, начиная примерно вот от этой вот зоны волос, то есть, чтобы на корни главные не попадало, наносите на всю длину. И на 40 минут запихивайте все это добро под шапочку. Душевую обычно прозрачную. Можно сверху еще намотать полотенцем, чтобы уж там наверняка эффект а-ля супер-мега парника появился. И ходите так 30-40 минут. После чего идете стандартно в душ, смываете все это добро и, в общем-то, довольно-таки сильно офигеваете, потому что волосы преобразятся за одно применение. И никаких дорогущих супер-мега-ахтунговых средств не надо. Собственно, вот. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Тык. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. И я сейчас заплачу. Я реально в ужасе. Только один вопрос. Я могу вернуть свои деньги или они безнадежно потрачены? Не буду спойлерить. Я просто в шоке. Слюна? Что? Что? Слюна? Очень люблю ходить по магазинам, но не с одеждой.